Не платить алименты для большинства родителей в порядке вещей. Только вот стоит помнить, что такое административное нарушение просто так не сойдет с рук. Это уже поняла Юлия Кувшинова. Ребенка поднимает не сама, как это должно быть, а воспитывает его бабушка с дедушкой. Но вот помощь от матери в виде алиментов не получают. Такая ситуация в жизни была, что у меня родители забрали ребенка. Ну вот, так и получилось. А почему не платила? А потому что работы не было. Если должником не выплачиваются алименты 2 и более месяцев, в отношении такого должника составляется административный протокол. Мы везем его в суд на рассмотрение судье. Как правило, по части 1 статьи 5.35 административного кодекса им дают обязательные работы. Направление мы им даем по месту фактического проживания. На безвозмездной основе они отрабатывают эти часы. Суд приговорил Юлию к административному наказанию в виде 20 часов обязательных работ. Я сама в этом виновата. Это, мне кажется, даже мало. Если к работе должница по алиментам подойдет ответственно, у нее есть возможность остаться работать в жилищно-коммунальной сфере. Таких, как она, судебные приставы сюда приводят достаточно часто. Только за последний год к таким работам были привлечены 70 ленинск-кузнечан-должников по алиментам. От судебных приставов часто присылают. От 20 до 40 часов приходят на работу, отрабатывают, занимаются благоустройством, уборкой улиц, уборкой подъездов, обрезкой веток. То есть, очень нам такие работники приходятся к месту, потому что, сами знаете, в уборке улиц и домов всегда рабочая сила нужна всегда бывает. Если должник не отрабатывает положенных часов, ему предстоит оплатить штраф от 150 до 300 тысяч рублей. В противоположном случае алименщику грозит административный арест до 15 суток. Но, тем не менее, на сегодняшний день от финансовой помощи детям в Ленинске-Кузнецком уклоняются более тысячи нерадивых пап, а порой и мам. Анна Шурков, Павел Желтиков, Ленинск ТВ